Два месяца назад Мы объявили о начале первого в Бурятии реалити-шоу «Стартап». Мы получили более 200 заявок на участие И сегодня в Бурятском деловом центре мы отберем только 5 А расскажите, пожалуйста, откуда вы узнали о проекте «Стартап»? Мы сидели на паре, и наш преподаватель сказал, что проводит ИнформПолис такой вот конкурс, можно сказать, бизнес-проект И как бы сказал, давайте участвовать Хочу реализовать свою мечту в нашем городе Пожалуй, то, чего не хватает на проекты сегодня И в целом, как бы, реалити-шоу у нас в Бурятии, да, впервые Камер много, света много, очень душно У меня проект творческий, который, не просто так же сказать, за минуту Возможно, мой бизнес попрёт Я переживал, я стекленнее при видеокамеру, если откровенно говоря В ближайшие три месяца наши герои должны построить свой бизнес, а помогут им в этом наши эксперты Проект «Стартап» для начинающих предпринимателей Мой мотив очень простой Первое, я позиционирую себя как наставник, то есть я хочу помочь, чтобы бизнес какой-то реализовался И второе, как инвестор, я хочу найти проект, в который я могу вложить деньги Иван Худяков, генеральный директор ООО «Байкал Софт», руководитель школы молодёжного предпринимательства Профессиональный бизнес-наставник И который может принести доход Я думаю, что у этого проекта очень большое будущее Во-первых, это первый проект Жанна Будаева, владелец сети кафе «Вкуснов», соучредитель делового клуба «КПД», председатель ассоциации рестораторов «Бурятия» Который в республике запустился И думаю, что этот проект должен помочь молодым предпринимателям, начинающим В плане информационным Как откуда взять деньги, как зарегистрировать предприятие, какой вид налогообложения выбрать Что по этапам нужно делать для того, чтобы открыть бизнес в целом На мой взгляд, проект очень важен для тех, кто собирается заняться своим собственным делом Или для тех, кто уже пробовал, но с первого раза, возможно, не получилось Важен в том, чтобы мы смогли здесь, вместе с нашими участниками, показать обратную сторону Сергей Брыков, председатель ассоциации молодых предпринимателей Республики Бурятия Генеральный директор ООО «Бурят Пища Торг» Владелец сети суши-баров «Васаби» Насколько она и сложна, и проста одновременно То есть показать важность, на самом деле, знаний некоторых базовых, которые все равно нужны для открытия бизнеса И очень сложно начать так, чтобы, не имея знаний, сразу получить деньги Так можно получить первую прибыль быстро, но вести долго бизнес полноценно с этим будет уже очень сложно Почему я очень решил участвовать в проекте «Стартап»? Правильно себя пропозиционировать Соответственно, на своем личном опыте, на опыте своих клиентов Плюс академический багаж знаний и преподавательские данные Помогут нашим подопечным избежать многих типичных ошибок в бизнесе Здравствуйте! Представьтесь, как Вас зовут И у Вас есть ровно одна минута, чтобы презентовать свой проект Цибиков Сергей Хочу заняться франчайзингом Сухая мойка Озвучите цифры финансовые Ну, расчет какой-то у Вас существует Дугар Баиртуев Директор веб-студии «Гарант Парк» Специалист в области IT-технологий Франчайзинг, да, от 150 до 250 Ну, при покупке франчайзинга Одна мойка сколько стоит? Одна мойка 300 рублей стоит Почему люди должны у Вас ее покупать? Она выездная у нас Моется гаражей Люди сейчас время, чтобы сэкономить Могут по телефону позвонить И находиться дома Или в торговом центре Еще где-то И пока они будут делать покупку В это время машину уже помоют Ну, Вам для информации Я просто хороший знакомый Занимался такой же мойкой Он просто покупает реагенты И все, ему не надо платить Еще за франшизу, там, 150 тысяч И все Нет, ну, надо покупать Чтобы они правильно направили Чтобы Вы помогли рекламу сделать То есть рассказали, показали Как, что, как продвигать Все, Бог Да, 150 тысяч не надо? Мы не нужны тогда Если они все будут помогать Вот эти вот франшизи Нет, почему Нужны тоже У меня нет вопросов Тоже, в принципе, да Сергей, спасибо Все понятно, ровно Еще смотри Есть же бесконтактная мойка У нее есть плюс в том Что, например, там То есть ты когда Она сезонная Вот сейчас это Вот под такую мойку Не очень-то хочется загонять Потому что она все равно Будет царапаться Понимаешь, что эта эмаль Как бы это не всего не то Расписные валенки Валенки актуальны будут у нас Не только по сезону зимой Но и в другие времена года Их можно использовать В качестве сувенирной продукции Для туристов Также можно транспортировать В другие города России Можно вот в валенках посмотреть Пока там вы отвечаете Подаете эти валенки Переходите, продавайте Вот, двух тысяч рублей И больше У подпрудин и Дины Это не первая попытка Реализовать свой бизнес Я представляю проект Семечки местные Войдет ли она в одну реку дважды В чем заключается этот проект В организации собственного производства В запуске линии по обжарке Семян подсолнечника На территории города Улан-Удэ Мы хотим использовать Местные бренды Здесь вы видите Известного персонажа Из кинофильмов Штырь Который будет рекомендовать Щелкать семечки местные То есть все же происходит Путем проб и ошибок Мы купили там жаровню И упаковочное оборудование Скажем, да А оказалось, что в процессе обжарки Там образуется такая сажа То есть вы сделали Экспериментальное производство Да Но пока массового производства Еще нету Да, да, да Меня зовут Александр Донзанов От сегодняшнего дня Я жду чудес Жду чудес Здравствуйте Представьтесь, как вас зовут И у вас минута, чтобы презентовать свой проект Мы хотим организовать Производство бумажных стаканов Нашей республики Стоимость проекта какая? Два миллиона Своих денег сколько из этого есть? Двести тысяч Разводя страусов Ну, значительно выгоднее Чем содержание крупного рогатого скота С одного страуса Это порядка 40 килограмм мяса И как бы 32 квадратных метра кожи Элитного сорта На уровне крокодилий История интересная Смотрите, у нас просто времени не так много А можно еще вопрос конкретный Можно ли это мясо, например, использовать Там в колбасе Производить колбасу, да? Почему нет? А по ГОСТу это можно делать? Я не знаю, в колбасе можно ли, нельзя Вообще, страусинное мясо Это премиум класса Оно низкокалорийное Маложирное Ну, по вкусу напоминает тельятину Цель моего проекта Это организация дежурной группы По ликвидации аварийных ситуаций По жилищно-коммунальному хозяйству Коллектив по сантехникам и электрикам Которые в ночное время И в выходные и рабочие дни Будут ликвидировать аварии Которые происходят в жилищно-коммунальном севере Каждая ТСЖ и управляющая компания Содержит свой штат сантехников И для содержания этого штата сантехников Чтобы ночное дежурство И выходные Они оплачиваются в двойном, тройном графике Мы для этого им предлагаем удешевление То есть отдать эту работу На аутсортинг нам Все очень интересно Надо брать и делать Спасибо Спасибо, до свидания Спасибо Я за этот проект То есть, но Нужен ли наш проект ему? Я в этом сомневаюсь Мне кажется, надо просто Идти, брать и делать Там все понятно абсолютно Решается немножко на другом уровне Поэтому Тут не нужны наши знания Там и так все понятно Мы можем помочь в консультации Например, в частях Формирования колл-центра Написано было, что на этой телефонии строятся Да? Можно брать консультации Это минули-назад Струсиная ферма Проект надо стартовать где-то весной Наверное, чтобы они По крайней мере, первые полгода Точно не было с ними проблем Сейчас земля мерзла Страус, он же плящет голову в землю Это стереотип Они все вымрут Ты много слишком смотришь мультиков Среди соискателей было немало проектов Связанных с воспитанием детей И проблемами молодых родителей Галина Цеденовна приехала на кастинг Издалека Мой проект по созданию ИП Центр развития ребенка Вы хотите открыть это в Кижинге, я правильно понимаю? Кижинге Изучали спрос, то есть сколько родителей готовы И сколько будет стоить для кижингинцев Месяц пребывания ребенка в вашем учреждении? Есть желающие До 20 детей Вот на первый период Можно охватить И там получается по часовой Если, ну, в пределах 200 рублей Согласно родителям Я не хочу уже больше работать В государственном секторе Это просто уже мой будет образ жизни Там нисколько даже получения Каких-то таких больших денег Хочу принести пользу И именно обратить внимание На маленьких граждан Мадив Сарандандов Васильевич 1973 года У меня проект гидропоника Именно гидропонные зеленые корма Некоторые проекты были слишком смелые Даже для нашего жюри На 99% уверен Потому что будут люди Заинтересованы в моем бизнесе То есть бизнес-проекте Внедрение сетевого маркетинга В банковскую деятельность Данный бизнес предназначен для того Чтобы понизить дефолтность в банках А также расплатиться с долгами Обычному гражданину Российской Федерации Один человек приходит В компанию регистрируется Вносит, допустим, 12,5 тысяч То есть четверть суммы от полтинника И согласно договору оказания услуг Он должен позвать за собой Два человека в пирамиду А чем ты готов гарантировать? Потому что я думаю, что это просто кидалово Делается ООО 10 тысяч уставной капитал Собираются вот эти финансы А потом ты с этими финансами Куда-нибудь уезжаешь Встречный вопрос сразу возникает Там у тебя не уставной капитал Там был бы уставной капитал Допустим, в виде зданий, сооружений Которые ты гарантировал бы твоим участникам Что ты при любом раскладе Обеспечишь их гарантию Я понял А так ты уедешь и все В дальнейшем при увеличении клиентской базы В любом случае денежные средства будут в обороте Я считаю, что прошло все отлично За исключением того момента Что в аудитории жилья Не сидят специалисты Которые конкретно работали С сетевым маркетингом Мой проект по переработке шин Я представляю проект «Бегущий» «Бегущий» — это новое телешоу Которое совершается в погоне по городу Есть такая программа как «Энкаунтер» Но «Бегущий» является совсем другой Потому что тут безопасность, качество и выход на телевидение Какой бюджет будет одной передачей? Одной передачей будет бюджет Ты вы сейчас считаете или вспоминаете? Нет, я вспоминаю сейчас Это 800 тысяч Одной передачей? Одной передачей? Да Лучший бизнес — это когда вы сначала имеете спрос А потом делаете предложение? В принципе, спрос будет Потому что у нас телевидение завалено новостными блоками И угнетает все население Год назад пришла ко мне идея Реализовать проект под названием «Бизнес-школа для детей» Меня зовут Визинская Ирина Мой проект я бы звала как «Спортивный клуб» Под таким названием «Спартанец» Хочу начать производство именно «Бова» И позиционирую именно этот продукт Как в сравнении с тульским пряником То есть «Бова» — бурятский пряник будет Здравствуйте, меня зовут Ситникова Ольга Сергеевна Я хочу презентовать свой проект по изготовлению сувенирных кукол Вы их сами производите? Я их сама делаю, вручную Все делается вручную Каждая кукла — это отдельная кукла с отдельным лицом, не по шаблону А что ожидаете от проекта? В чем помощь нужна? Вот мне нужна помощь, во-первых, специалистов по развитию бизнеса Я абсолютно, так как я домохозяйка и всю жизнь воспитывала детей Я пока не могу, не знаю, как все это на рынок И, естественно, может быть, где-то финансовая какая-то помощь Ну, в принципе, я считаю, что у меня неплохие шансы Потому что я пока одна делаю таких кукол Однозначно, да Но ей бы расширить линейку сувениров все равно Для того, чтобы это было без... Ну, это уже наш злачей помочь Очень талантливая Очень талантливая Это тот проект, который мы через интернет просмотрим И который можно продавать в другие регионы Потому что куклы, которые она делает, они очень оригинальные Хабраков Солбон, бизнес-школа для детей Ну, я, например, двумя руками и ногами за Зато с детства готовить уже нормальных, успешных предпринимателей С определенной этикой, как бы, ведения бизнеса Что уже знает, к чему стремиться, как идти Мне сложно сказать, я не понимаю, какой продукт я получу на выходе, кроме бумажки Федор, переработка шин Ему надо 4 миллиона рублей, своих денег нету, но ищет инвестора Ну, сложно Едем дальше Это тяжелый проект Первухин Андрей, СММ-агентство маркетинговое Продвижение в соцсетях Меня зовут Первухин Андрей, мне 19 лет Мой проект – это СММ-агентство Ну, для тех, кто не знает, СММ-агентство Агентство, которое занимается продвижением товаров и услуг компаний в социальных сетях Андрей, а стоимость услуг по ведению группы и так далее? От 6-7 тысяч рублей Но единого ценника у каждой организации не будет Я буду смотреть, конечно, на статус организации и сколько она может платить А при чем здесь статус? И как это вообще? Меня всегда интересует формирование цены В смысле статус? То есть, если это будет ЕП, за объем ты попросишь тысячу А если это будет крупнее компания, ты с нее за этот же объем попросишь шесть? Интересный вопрос Я пришел со своим проектом под названием «Лаборатория автомобильной электроники» Сервисный автомобильный центр именно по ремонту автомобильных компьютеров Опыт работы именно в этой сфере у меня большой Давно на рынке работаю Да, я считаю сам специалистом Это моя просто мечта здесь создать Вообще проект, если вы видите, написан «Стартап» То есть, вы говорите, что вы давно на рынке А в чем стартап? Заключается самое главное в том, что, во-первых, я официально нигде не зарегистрирован Это самое главное У меня совершенно нет введения, опыта, работы То есть, в бизнесе я не умею Я в этом как бы не компетентен совершенно Рынок есть однозначно Ну, как бы с электроникой Ну, с электриками, в частности, они же эти вопросы решают На низкой квалификации зачастую То есть, есть их прям единицы У него есть четкое понимание, что, допустим, он умеет делать это как специалист Ему нужно помочь создать бизнес А это главное? Это прямо подходит под формат Да, по 100% подходит для нас Он прям вот действительно был очень настоящий И прям действительно понимал и вовлечен в то, что он, ну, хочет делать Ну, я готов взять его Кто готов его? Я готова Все готовы? А я его возьму Мы все знаем Это искусство Искусство, оно индивидуально у каждого человека И мой взгляд уже был оценен разными людьми Я доволен этими оценками И считаю, что я бы хотел показать большим людям то, что я делаю Меня зовут Стародумов Вадим Я представляю проект Оригами Лаборатория дизайна Ну, возьмем какую-нибудь страницу И представим, что это чей-то бизнес И рассмотрим его отдельно Если этот человек обращается к нам, что мы делаем Мы берем его бизнес Это потенциал И мы начинаем его гранять Граним, граним, граним И получается это Получается вот такой вот продукт Но мы не оставляем без альтернативы нашего заказчика И говорим, может быть, вы хотите, чтобы это выглядело так? Ну, хочется какой-то поддержки, может быть Более опытных людей, которые могут подсказать, как правильно реализовать проект Меня зовут Екатерина Миченко Я презентую свой проект Это оказание услуг по озеленению интерьеров И оформлению интерьеров цветами и растениями Мы делаем индивидуальные заказы Ваяют это флористы То есть абсолютно любую композицию или арт-объект из мха или еще какой-то растительности мы можем сделать Мы даже можем сделать топиарий в дом То есть это, ну, к примеру, животное какое-нибудь там, слона А мы это кто? Мы это я Добрый день, меня зовут Никонов Максим Я рад представить вашему вниманию проект «Большой брат» Мои услуги направлены на безопасное развитие детей На различную помощь для родителей, которые имеют несовершеннолетних лиц Я думаю, это социально значимый проект, который очень нужен нашей республике Я буду заниматься им в любом случае Здравствуйте, меня зовут Анынова Надежда Я представляю проект «Зоогостиница» Приют для... временный приют для животных Мои гостиницы будут предоставлять услуги питания Прогулки на свежем воздухе, вычесывания Может быть даже прически какие-то индивидуальные для животных И мытье там, и постригание коготков Здравствуйте, меня зовут Матвеев Артем Я пришел сюда с проектом «Бурятско-русский переводчик» Это понятно Как реализуется проект? Какой вид он будет смотреться? Проект будет в виде онлайн-сервиса Доступен через веб-интерфейс Через веб-сайт, получается Будет использоваться нейронные сети Ну, кроме словарей Мы планируем исследовать нейронные сети А есть исследования в этой области нейронные сети для морфологии бурятского языка? Я вообще не буду, именно про что не говорят Более девяти часов потребовалось нашим экспертам, чтобы познакомиться с участниками кастинга И теперь каждый бизнес-наставник должен выбрать своего подопечного Чтобы помочь ему начать свое дело Ну что, добрый вечер уже, ближе к ночи, дорогие друзья, дорогие участники проекта Я думаю, что сегодня для каждого из вас большое событие Потому что поделиться на массу людей своей бизнес-идеей Это уже является, на мой взгляд, первым шагом Я всех хотел поблагодарить вас за терпение За ваш весь день Поверьте, мы своего терпения тоже не меньше потратили С утра до вечера Но, к сожалению, по условиям проекта возьмем только пять человек Которых мы сможем взять сейчас в первый раз Но я думаю, что у остальных тоже все получится И вы не теряете возможность общаться с экспертами Итак, пять проектов, которые прошли на первое ток-шоу Бурятия Стартап Хабраков, Венедикт, аварийная диспетчерская служба в сфере ЖКХ Покажите Спасибо Подпругина, Дина Семечки Покажите Ситникова Можно садиться? Да, да, да Ситникова, Ольга, сувениры, куклы Матвеев, Артем, бурятско-русский словарь Мухамедзянов, Рустам, лаборатория автомобильной электроники АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, ребят? Спасибо Впереди нас ждут еще много событий Те пять человек, кто пройдет, мы с вами очень плотно будем работать Я думаю, получится лучший бизнес проекта в Республике Бурятия Большое спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня было, к счастью, много интересных проектов Но из нескольких я выбрал проект Семечки Потому что я думаю, что проект в такой стадии, в которой я смогу им помочь Я выбрал проект Бурятско-русский словарь Потому что мой сын, который учится в четвертом классе, он как раз изучает бурятский язык Мы столкнулись с такой проблемой, что нет перевода с русского на бурятский язык Это как минимум та проблема, за которую можно взяться и решить в ближайшее время Поэтому основной приоритет такой Я сегодня выбрал проект изготовления таких вот кукол Товар сам, он еще уникален тем, что он делается на заказ И можно вот лицо сделать по образу заказчика И поэтому цена продукции возрастает И такую продукцию очень было бы интересно попробовать продавать через интернет Потому что она очень, я думаю, будет иметь спрос Я приложу все усилия, я буду очень стараться И, конечно, я хочу продвинуться вперед, чтобы все узнали обо мне Чтобы мои сувениры были везде, чтобы все их покупали, чтобы все знали Смотрите нас с понедельника по пятницу после программы «Новости дня» в 20.00 на канале ТВКОМ А также на сайте инвпол.ру «Новости дня» в 20.00 на канале ТВКОМ